В 1917 году Новый мир перевернул с ног на голову все человеческие ценности. Православие, как зеркало отражавшее унижение, воровство, исковерканные судьбы людей того времени, создавало плохую репутацию новому правительству. И вот уже в конце 1917 года начались гонения на церковь. В связи с таким огромным количеством пострадавших за веру появилось слово, называющее их «новомученики». Кто они, новомученики XX века? Священники, монахи, обычные крестьяне, женщины, люди, мужественно отстаивающие вечную истину. И слышу я через века, ищи меня, и не смыкай ты глаз. Я тот, кто верой озарит, венцом Творца, рубцом во мне лежит такой наказ. Мы с вами знаем, что есть две церкви. Церковь небесная торжествующая и церковь земная. И они создают одну церковь. И вот церковь небесная, она не может быть безучастной к тому, что происходит в церкви земной. Мы с вами имеем в виду не только небесных покровителей, ангелов, хранителей, но также и тех, кто предстоит за нашу церковь русскую, мученики-исповедники. Они не могут ни ходатайствовать, ни обращаться к Богу. Вы знаете, у меня ощущение, что это даже не наше решение. А если говорить с юмором, то Исмаил буквально недели три назад вышел на меня через интернет. Я сидела, занималась совершенно другими делами. И вдруг мне захотелось... Я знала какую-то краткую информацию о житии Исмаила. И вдруг... Вот просто у меня было много работы. Я сидела, и вдруг кто-то мне просто сказал, а где же он служил? Ведь должны же быть эти храмы. Мне один раз приснился сон, явился Амбросий. И сказал, ищите меня, ищите, узнавайте все про меня. И мне стало очень интересно. Я рассказала Соловьеву Елене Николаевне об этом. Стала ходить по бабушкам, узнавать в интернете, искать какие-то сведения. И вот так вот нашла. Батюшка, священномученик, отец Иоанн Кочуров, можно сказать, является образцом или иконой своего времени. Обучаясь в городе Нанкове, в духовном училище, возрастая, вот этот вот юноша, имеющий серьезные намерения, видя добрый пример священнослужителя на приходе, он, закончив успешно, можно сказать, что у него был дар, он был успешно обучающийся, усердный мальчик, юноша, он поступает уже в не менее благочестивую среду, каковой является Рязанское духовное семинарие. Обучаясь в Рязанской духовном училище, он сподобляется и получает всю возможность прекрасную дальше продолжить обучение в Санкт-Петербургской духовной академии. Бабушка наша Астахова, наш род Астаховых, что в роду были священники, и один из священников служил в Успенском соборе, в Кремле. Ну, мы тогда, конечно, не особенно это воспринимали так, как вот сейчас, думаю, ну, как-то он служил в Успенском соборе, в Кремле. Ну, а когда, конечно, вот сейчас открылось очень много информации, я стала больше задумываться. Я просто начала набирать в интернете, в поиске, нашла один сайт, другой, думаю, ну, в епархии-то, наверное, знают, и набрала телефон. И мне через 10 минут милая девушка перезвонила из епархии и сказала, назвала две деревни, где он служил. И только потом я еще раз заглянула в житие и поняла, что через три недели день памяти Исмаила, и тут уже закрутилось, что мы во что бы то ни стало должны в этот день сюда доехать. Поэтому мне кажется, что даже не мы решали, а он сам. У него был сан Архимандрит. Если он служил в Успенском соборе. И, как мы поняли, как мама нам рассказывала, он был репрессирован и расстрелян, и больше информации не было никакой. Я думаю, ну, может быть, вот можно как-то сейчас интернет, все средства коммуникации доступные, если он такой у нас сан занимал. И вот в прошлом году, 3 ноября, 16.50, я даже вот это все помню по минутам, я сижу на работе и думаю, а если мне попробовать его поискать через нашу вот фамилию, через Астаховых, и набираю в поисковике Архимандрит Астахов, и мне выдается информация. Он родился в нашем селе, жил тут, когда-то ходил по этой земле, по которой ходим сейчас мы. То, что он был за веру, и его вот расстреляли. То, что он верил и не предал Бога. Нужно сказать, что свое служение, как пастырь, он начал не на родине, не в России. И достаточно было ответственное направление его служения. Он совершал свое служение первоначально в протестантской Америке. Это инославный мир. Пусть христиане, но среда была сильно отличительная от того богатства, тысячелетия православия на Руси. Для того, чтобы родить общину, приходскую общину, необходимо молиться, и необходимо любить и упорядочить богослужение. Вот, насколько нам известно, отцу Иоанну нам это удалось. А благодаря каким качествам его характера или свойств духовных это достиглось? Я вот все-таки думаю, что это все-таки связано с его горением на молитве, на молитве в Храме Божьем. Вот, предстояние на чужбине в Храме Божьем, предстояние перед народом, который тоже на чужбине, который не в простой среды, в протестантской среде, вот, люди с трудными жизненными, бытовыми условиями, оно, наверное, в том числе побуждало его просить у Бога помощи для того, чтобы помочь им, объединить их. На следующий вечер я приехала, пришла к своим родителям воодушевленная, рассказав, вы знаете, я нашла храмы, где он служил. Мне кажется, нам надо поехать. На что моя мама расплакалась и сказала, ладно, мы не будем ждать твоего дня рождения, подарим сейчас. И вынесла икону Исмаила, которую они в секрете от меня написали. То есть это вообще не мы. Когда я первый раз сюда приехал на службу, у меня было, знаете, чувство такой ответственности, что после вот такого священника, ну, можно сказать, принять приход после него, вот промежуток такой был, вроде безбожия, но последний передо мной священник был он. И такое чувство ответственности, конечно, у меня возникло, что после такого человека, мученика, который расстрелян в Караганде в 1941 году, вот, и то, что здесь служил этот мученик, конечно, помощь его есть обязательно. Мученик, он пред Богом имеет сильные молитвы, и по его молитвам, конечно же, по его молитвам здесь и произошло вот такое вот, и восстановление самого храма. У меня училась женщина, она работает заведующей детского сада. И когда я приехала из Москвы, у меня была икона, я показывала своей знакомой. Она говорит, отец Самброси, говорит, а откуда она у вас, Елена Михайловна? Я говорю, это мой предок. Она тоже очень так заплакала. Он ей приснился во сне. Вот человек совершенно незнакомый, он ей приснился во сне, вот такой просиявший. Она говорит, ты пожурил меня. Что же, говорит ты, Татьяна, веруешь, а молитву верую не знаешь? Татьяна, веруешь. А почему ты тогда в первый раз в академию не поступил? Да, это была история. На всю жизнь запомнил. История? Расскажи. Я тогда на все вопросы ответил. А мне говорят, почитайте символ веры. Ну, я начал, читаю, меня останавливают. Говорят, снова начните. Я снова начинаю, меня снова останавливают. Я говорю, я весь текст знаю, от начала до конца. Мне говорят, когда вы символ веры читаете, надо прежде крестное знамение совершить. Идите, вы церковляетесь. Ищите, ищите, ищите. Ищите, ищите. Пап, а правда, что много новомучеников еще не канонизировано? Конечно. А время уже новых готовят. Вон на Украине что делается. С храмами и со священниками. Это что, уже гонение? А тут сам, как думаешь? Время созрело, как пшеничное зерно, которое начали сжигать, а не собирать в амбары. И земля воздохнула. Пора. И шепот ее стали слышать многие. Переплелись скрепленные корнями веры судьбы людей разных эпох и разделенных земель. Они постучались сквозь кору земли и позвали нас. Слепой народ обманут и лжецами за чистоту души твоей святой. Тебя клеймил постыдный исполнитель. Самый первый звонок будущих гонений прозвенел 12 ноября 1917 года в Царском селе, когда во время артиллерийского обстрела большевиками один священник призвал людей к прекращению междоусобной брани. Он был расстрелян на следующий день на глазах своего сына гимназиста. И вот священномученик Иоанн, насколько он был близок ко Христу, насколько он знал его по благодати, молился, переживал, что он перенес наравне с первыми древними мучениками, наравне, перенес страдания мужественно. Почему мы и говорим, что он является иконой, образчиком для нас, для нашей Церкви, особенно для пастырей Божьих, в то время, которое мы говорим, непростое, смутное время. Поэтому времена, они всегда будут непростыми для тех, кто со Христом. Крестный ход оказался махалютным, и несмотря на то, что артиллерийский обстрел, значит, он состоялся, а значит, молитвы совмещались с криками и со страхами людей о начале страшных событий. Священники проводили проповеди по ходу крестного хода и призывали людей к спокойствию ввиду сложившейся ситуации. Наутро, 31 октября, начались аресты. Были арестованы и священники, и среди них отец Иоанн. И отец Иоанн пытался разъяснить, что он призывал людей к миру и к спокойствию. Но его не слушали. И стали бить по лицу, затем раздались выстрелы. Один, второй. Отец Иоанн упал, кровь завела рясу, но он был еще жив. Толпа, бесновал, таскал завод, субил. О правильных людях, соблюдающих главный закон жизни, Божьей заповеди, в то время, можно говорить только с большим почитанием или предоставить слово документам и свидетельствам. Да, им разрешали говорить, но только ложь и что самое изуверское против самих же себя. И всю их возню с документами и оформлениями, кроме как неправильный документооборот, назвать нельзя. Это дело нашего батюшки, это протокол допроса, это постановление об аресте, это ордер, это обвинительное заключение, это приговор. И самое, что ценное для нас, это его подписи. Под каждым вопросом стоит его личная подпись. Это трудно все переосмыслить, потому что иметь у себя документ управления Народного комиссариата внутренних дел из Государственного архива, ну это чудо. Одним из преподом-мучеников нашей епархии является архимандрит Амбросий Астахов. Это чудный человек, потому что ему пришлось служить здесь, в Борисовке. И удивительно то, что он не имел никакой грамот, безграмотным. Если взять на наши сейчас старцев, допустим, схемитрополит Серафим Тетрацкоровицкий, он имел всего 4 класса образования. Ну, такая сила духа в нем, все прозревал, все видел. Так вот, и Амбросий, архимандрит, я думаю, такого же уклада этой жизни. Из протокола допроса 4 октября 1937 года. К советской власти я отношусь враждебно. Считаю, что советская власть разрушает храмы, ссылает совершенно безвенную духовенцу и верующих. По своим убеждениям я являюсь монархистом. А советская власть я рассматриваю как временное явление. Люди в России, которые по своей глупости свергли царя, сейчас в этом раскаиваются. Потому что видят очень много несправедливости от советской власти, чего не было при царе. Я увидела, что человек 76 лет, как он опасен был для той власти, для этого режима. 76 лет. Он физически, конечно, уже, наверное, был не такой сильный, но какой он был крепок духом. И что, вот, когда следователь ему задавал вопросы, он спокойно отвечал утвердительно. Он не отказался ни от своих убеждений, ни от тех... То есть, ну, здесь им меняется вину, что они на квартире организовали там тайную церковь. Он совершал пострих. Здесь вот есть монахиня Марфа Михаила. Он совершал ей пострих. И он не отрекся. Он все подтвердил. Вот для меня это... Вот я читала многие документы. Для меня он все вот говорил, как есть. Да, совершал. Да, постригал. Да, враждебно отношусь ему. Вот, вменили эту 58-ю статью. Сейчас издана книга «Собор липецких святых». Здесь описывается жизнь и страдания новомучеников и преподобномучеников, как отец Абросий Астахов. Я хочу сказать, что у меня были, есть такие матушки, отцы, к которым приходили люди ночью, в ползком приходили, через огороды, лишь только спросить, взять в Волсавении. Я думаю, что то же самое было и у архимандрита Амросия. Когда он был, значит, из Кремля удален, и когда разрушен был, и разохнули женский монастырь, то он всех матушек окормлял. Окормлял. Окормлял – это непросто, потому что время было очень строгое, и заодно слово тотчас же – расстрел. Это ведь была эпоха. Это были судьбы людей. Это были… Люди были обвиняемые, но были и кто обвинял. Я смотрю, вот, я бы сегодня как назвала, это как мы говорим, неправильный документооборот. Здесь вот следователь пишет, Шишкин, они не подписывались. Просто фамилия. Нет инициала. Мы бы сегодня сказали, что этот документ с позиции документооборота выполнен неправильно. Они уже тогда боялись подписываться. Батюшка у нас не боялся власть имущих, они боялись подписываться под тем, вот, что они творили. Он был одинокий, не имел ничего. Тогда вопрос, какую же он опасность-то представлял. У него не было ни финансовых ресурсов, чтобы там что-то организовать. У него не было физически. Тем не менее, вот он для власти представлял вот такую опасность. Его взяли в 1937 году и расстреляли, и сбросили в канаву, будто в поле. Перетерпеть ради Господа и других привести к покаянию, и других привести к терпению и к пожертвованию. Потому что блажен, кто душу свою положит за други своя. Замечательный человек. Вот нам образец его жизни для каждого священника, для каждого мирянина. Они панически боялись их. Боялись той внутренней свободы, с которой жили эти люди, невзирая на нечеловеческие условия. Эта жестокая государственная диктатура, замешанные ножи, жизнечистот, крови и грязи, никак не могла смешать со своим суррогатом живоносную, горячую кровь мучеников за веру, очищенную их смиренным, подражательным Христу, подвигоположением. ПЕСНЯ ПЕСНЯ В течение 15 лет священномученик Исмаил, тогда еще будучи очень юным человеком, как я понимаю, потому что в 20 лет он уже окончил семинарию в 1901 году. И только уже созрев, осознав окончательно все свои искания и утвердившись в своем жизненном пути, он становится священником. Дело в том, что начиная с 22-го примерно года, очень активно в Воронежской области закрывали храмы. И этот храм был закрыт. Ну и ему надо было содержать семью, у него была дочь, сын, жена. И он переехал в Воронеж, он учился же в семинарии в Воронеже. Он переехал в Воронеж и работал печником, маляром. Это я беру из дела, это его личные показания. То есть работал кем придется, но он настоящий такой работник был. Но он очень образованный был человек. И его очень охотно брали в бухгалтеры, в счетчики. Но поскольку он духовного происхождения, то его так же легко и увольняли. Ну вы представьте то время. 50 тысяч священников у нас в 17-м году в Русской Православной Церкви. И только несколько сотен на действующих все еще приходах. И всего 4 епископа на своих кафедрах в 37-м. То есть храмов нет, они закрыты, превышены в склады и так далее. Какие-то просто уничтожены. Планируется там последняя пятилетка. Где служить человеку? И он мог сказать, что вот сейчас хлеб плохой или дорогой, или невкусный, или что-то в этом духе. Он и судье говорил, что вот я сейчас получаю столько денег, что могу 8 огурцов в день купить. Ну в общем-то это мало, чтобы хорошо жить и свою семью содержать. Вот. И ему дали 10 лет. Его арестовали-то за что? Он ехал в поезде с работы, в рабочем поезде. И там шел разговор о всяких минусах в жизни. И он сказал, и мыла нет. И вот через полтора-два часа его дома арестовали. И это, так сказать, было обвинение. И в этом считали его контрреволюционную деятельность. И когда его арестовали, он ни одного знакомого своего не назвал, кроме тех, с кем работал. Потому что понимал, что с кем работал, их обязательно вызовут на допрос. Когда его вот клеветнически осуждали за некие неправды, которые против церкви могли обернуться, которые порочили бы его добрые священнические имя, вот в этих вопросах он был принципиален, и он шел до конца. То есть он подавал апелляцию, он обращался в суды высшей инстанции. Это была позиция, как говорил Митрофон Воронежский, добрый христианин, добрый гражданин. То есть все гражданские свои права, он пытался стоять по закону. Но другого пути не было, хотя и этот немногие избирали. Он получил 10 лет концлагеря и 5 лет ссылки. И этапом отправлен был куда-то на восток. Родственники получили одно письмо, в котором он восторженно писал о том, что наша земля так огромна и так богата, что она все-таки выживет и будет иметь какое-то будущее. Но в этой жизни мало что меняется. В начале правления безбожной власти и спустя 4 десятилетия мы узнаем один и тот же почерк. Любым образом уничтожить инакомыслие. Сломать любое сопротивление. Под зеленым сукном. Под грифом секретно. В темном коридоре. Выстрелом в затылок. Здесь нет рыбы. Зря приехали. Какая без рыбы рыбалка? Да-да. Какая рыбалка? Когда нет терпимия. Холодновато. Может быть чайку хлебнем? Мама нам с тобой бутербродиков завернула. Держи. Это не готово. Доступим запасом. Познать хоть стрелку. Да, сынок? Пап, а много было ссылки из наших липецких новомучеников? Все прошли советские режимные учреждения. А зачем первующих сажали в тюрьму, убивали? Ведь Советский Союз был государственным, демократическим. Борьба и диалоги за сознание масс. Нужно десятилетия, чтобы сменить мировоззрение всей страны, сформировать сознание народа, а чтобы разрушить один рывок. А в нашей стране безбожная хунта правила более 70 лет. Пап, а почему бабушка так жалеет о временах Советского Союза? Говорит, все было дешево, доступно, жили в радости. Иллюзия и все. Вот, посмотри на реку. Сверху все плавно, гладко, вода блестит. А что в глубине? А в глубине предательства народных масс, ум от и страха бесправных людей, и зубастые щуки власти, ненавидящие православие. А машина лжи из человека с русским характером вольницы за эти 70 лет безбожьей утопила свободу личности и вылепила безликий класс потребителя. Только самые мужественные бросались плыть против течения. Тебя клюет, 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 не дергай. Тебя клюет, клюет, не дергай. Как мы ищем Господа. А Господа мы ищем через молитву, пост и добрые дела. Так и мы должны новомучеников искать через их сорадания, их жизни и деятельность, и последовать их путем, чтобы этот путь, который мы прошли, и нас привел бы к Господу, в Царство Небесное. Мы вас услышали и поняли, что вы камертон для нашей жизни во Христе. Вернуть память рода – значит укрепить веру в Россию. Вернуть прежний русский непоколебимый дух, который закаляется и поддерживается верой в Бога и ходит узкими путями. Россия должна оставаться венциносной державой духа, какой сохранили ее новомученики 20 века для нас. Тогда наша страна будет непобедимой. Со слов жителей Царского села, на месте погребения Иоанна Кочарова был поставлен правильник Владимиру Ульянову Ленину. Другого места, видно, не нашлось в Царском селе для столь великого, знаменательного. И уже в советские годы, в конце, когда речь пошла о чествовании новомучеников, и в начале 90-х, стал вопрос демонтажа памятника. В итоге, в течение почти 10 лет решался этот вопрос. На сегодняшний день он демонтирован. Мощи обретены, причем они оказались под линией ветки теплосетей. То есть в очень неблагоприятных условиях находились. Тем не менее, они сохранились. Вот что говорит косвенно о святости человека, который почивал там своими мощами. Три года назад об нем, можно сказать, никто не знал. А вот с приходом родни батюшки Амросия, когда мы с ними познакомились, потихоньку, потихоньку, когда они впервые два с половиной года назад нам привезли небольшую иконочку, когда был совершен первый молебен, и вот с тех пор потихоньку, по крупицам, по крупицам люди стали приходить к нему за помощью. А когда уже появилась у нас большая икона, опять же, стараниями родственников батюшки Амросия, то люди стали даже приезжать из других городов, чтобы помолиться перед этой иконой, попросить помощи незаступничеству батюшки. После того, как совершила служба, батюшка-отец Алексий нас всем раздал иконки, и мы привезли в свой дом эти иконки. И теперь в молитвах мы всегда поминаем батюшку отца Амросия, и он нам стал родным человеком. И может быть даже по его молитвам, то, что он молится о престоле Господа, о нас, мы вот возлюбили это место, возлюбили этот храм, и теперь вот стараемся почаще посещать его. 76 лет прошло с момента его кончины, вот многие его не знали, а сегодня вот икона, звонят колокола, вот в этом селе Борисовка, думаю, он, наверное, смотрит и радуется, что вот остается-то память. Он же был только всего лишь человек. Думаю, ну какой он был твердый внутри. Это крепость духа, это вера в Бога. То есть я думаю, вот много ли сейчас, вот в 1937 год он никуда не уходил, и те процессы, которые сегодня происходят, вот среди нас, я думаю, многие найдутся вот таких людей, как наш батюшка. Вот пример во всем, чтобы знали, чтобы помнили, потому что самое ведь важное у человека – это память. Мы все уйдем, а память останется. Ощущение того, что была история страны в учебниках, которую ты в школе учил, потом в институте, потом ты понял, как это все страшно, что было в нашей стране. И вдруг ты понимаешь, как это все может близко быть к тебе и каждому из нас, потому что любая семья прошла через эти страшные годы. Я просто счастлива, что я попала в храм, где он действительно служил. И этот храм восстанавливается. Это очень радостно, это очень приятно. И то, что твой прапрадед, о котором ты только несколько лет назад вообще узнала, что он был священником, возвращается в день своего расстрела в храм, где служил много лет, ощущение очень сильное. Ощущение, что то, что происходит на земле, на самом деле вообще ничего не значит по сравнению с тем, что творит Господь. И таким промыслом в день его расстрела он уже обошел этот храм на иконе. Я же говорил, что дорога эта до нас заросла, и никто здесь не ходит. Ну почему не ходит? Мы же с тобой пошли, а вот смотри, тропинка. Раньше по ним к храму ходили. Ай! Вон сколько удобных дорог асфальтированных храму проложено, а его в заросли понесло. А наша и эта. Смотри, какой простор, какая вольница для русского духа отсюда открывается, какая земля у нас прекрасная. За нее идешь молиться в храм, а ты тоже мне, асфальт. Так почему же они зовут нас? Ответ прост. Для хранения главного сокровища, живой православной веры, владеть которой можно любому человеку. Услышать их, значит понять и запомнить. Увидеть их восторжествовавших в иконах, значит соединить, передать из рода в род, как образ вечной жизни, терновый венец Спасителя. Все новомученики, они видят нашу жизнь. Они хотят, чтобы и мы спаслись. А для этого и нам нужно обязательно жить с Господом, чтобы вместе с Ним быть, вместе с другими новомучениками с Росфетерцией. И я считаю, что является он непросто. Вероятно, какие-то могут произойти изменения и в мире, и в России, и в личном в каждом человеке. Новомученики 20 века, будучи нашими предшественниками и в земной жизни, сплелись корнями для прочности древа, чтобы не засохла листва православного государства, то есть мы с вами. Вечная память вам про отцы наши. Спасибо, что позвали. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok